МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Действительно, событие, которое уже вошло в историю России навсегда. Поделитесь своими впечатлениями, как это все было три года назад. Ну, вы знаете, конечно, это было удивительно. Это вот... У меня остались ощущения настоящей революции. Вот когда перед самым референдумом, перед домом правительства в Севастополе, вот я туда попал, эта вся площадь, она бурлила просто. И вот у меня есть фотографии, где люди, казаки в основном, с автоматами. И вот было такое ощущение у всех, вот натянутой струны. Вот если вот струна лопнет, вот не дай бог какой-то выстрел один, это тут же начнется беспорядочная пальба. То есть страшно все-таки было, да? Ну, тревожно было. Я просто как бывший военный, я вот в эту ситуацию ходил, и я думал, вот если сейчас пальба начнется, куда-то надо вот спрятаться, чтобы... И мне нужно было встретиться с Чалом, с Михаилом Чалом, с лидером. И вот я видел три ряда оцепления казаков с автоматами. Я думаю, как же я туда пройду? Я достал свое удостоверение общественной палаты. Это никому было неинтересно, потому что можно было подделать, видимо, любое. Они боялись провокаций. И мне повезло, что они узнали меня. Потому что я до этого в Севастополе снял почти 11 фильмов, я уже сейчас так был. Но они меня хорошо знали. Они меня провели через эти три цепления. И когда я попал внутрь Дома правительства, там тоже, когда входишь, они прямо вот тебя держат на прицеле. Вот у меня первое впечатление было внутри Дома правительства. Я вспомнил фильм про Ленина, Смольный. Вот когда все бегают, бегают с какими-то бумажками. И когда я увидел лидера, ну вот он вот в своем черном свитере, вот по его глазам, вот я понял, что он не спит уже несколько ночей. И я говорю, вот предложение, чтобы Якутск и Севастополь стали городами-побратимами. Он говорит, ну это хорошая идея. Это было вовремя сказано. Вот такая вся ситуация. И тут говорить о том, что города-побратимы... Нет, а вы знаете, это вовремя было сказано. Потому что, конечно, потом все это на своих плечах вынес Айсен Сергеевич. Но то, что мы первые об этом сказали, мне кажется, это было важно. Инициатива была с нашей стороны. Да, да, да. А потом, вы знаете, оказывается, были провокации все-таки. Просто они боялись, боевики были там. Но вот они не могли попасть в центр города, потому что было очевидно, что оно было такое настроение прорусское, да, что их бы просто растерзали. Это был бы самосуд, который бы вообще все поддержали бы. И потом вот сам референдум, чем меня поразил, как мне потом рассказывали сами севастопольцы, вот я вижу, вот бабушка идет, ее под руки ведут. Она говорит, я никогда в жизни не ходила на выбор. А ей хотелось отдать свой голос. Да, они все пришли там 90, действительно 9 процентов. И вот когда говорят, сейчас я слышу там аннексия Крыма, вот меня просто трясет от этого, да. Захватили Севастополь. Ну вы сами-то там были. Ну вот кто не был там, так и говорят. Вот так и говорят, да, но так нельзя, так нельзя, потому что, ну, очевидность есть очевидность. Ну вот прошло три года, это действительно такой достаточный срок, да, для того, чтобы уже можно было говорить о каких-то неких итогах, что ли, да. Вот как вы думаете, вот что случилось вот за эти три года? Ну, во-первых, я хотел бы вот что еще добавить. Случилось то, что, то, что не случилось скорее, что надо больше, вот в смысле патриотизма нашего российского, да, учиться у Севастополя. Потому что вот есть какие-то знаковые поездки, вот я был на первом параде 9 мая после вот объединения, да. Вот я считаю, что каждый должен съездить в Севастополь на парад, потому что это вот дедушки, да, которые, вот представляете, вереница пожилых людей с внуками. Капитан первого ранга, контр-адмирал, вице-адмирал, это бесконечно бесконечно, и ты не понимаешь, неужели так много может быть офицеров и с внуками. И это настолько впечатляет, вот, вот это действительно такая волна, которая очень важна именно для детей. Вот надо ехать туда с детьми обязательно. А насчет каких-то положительных вещей, ну, вот может быть, это немножко забавно выглядит. Сейчас, когда приезжаешь в Крым, то почему-то ощущаешь огромное количество пробок. И я задал вопрос, а почему так много пробок? А потому что зарплаты стали больше, и люди стали покупать машины. Поэтому столько и пробок. Ну, естественно, вот я как журналист, я не могу не задавать вопросы, вот такие каверзные. А вот действительно стало лучше, действительно. И человек говорит, ну, конечно, действительно, потому что сейчас у нас за спиной держава. Мы часть державы. А когда мы были при Украине, ну, вот, я касаюсь в основном, мне приходилось работать с музеями, да. На музеи не тратились вообще копеек. Иногда им не платили зарплаты по несколько месяцев. То есть это было ощущение какого-то издевательства откровенного. Воронцовский дворец в Алубке, который все знают. Ну, святыня музейная. Там выкупили землю какие-то олигархи украинские. И прямо напротив дворца стали строить коттеджи. Ну, это, кроме как издевательства, это не назовите. Ну, приостановилось это все? Ну, конечно, конечно, конечно. Скажите, а вот по настроениям, да, людей, вот вы говорите, люди стали действительно лучше жить, стали более, ну, больший достаток, скажем, да. А вот как вы думаете, нет ли какого-то, я не знаю, реолога, немножко разочарования, что ли, у крымчан? Ожидали одно, получили другое? Или еще пока рано об этом говорить? Нет, там такая ситуация, что вот настолько плохо это было, ну, вот с точки зрения зарплат, вот действительно самоощущение, что вот просто вот хуже уже не могло быть. Вот все, что сейчас, это все равно все лучше. Пусть даже медленно, но верно. Ну, почему медленно? Почему медленно? Я вот повторяю. Человек воспринимает жизнь через то, вот сколько он получает денег. Это реальность, да? Зарплаты резко возросли. Уже это говорит о многом. О том, что крымчане нужны России. Ну, а вот наши туристы, скажем, да, действительно это так. Пока еще то ли остерегаются, то ли пока еще думают ехать туда, не ехать. Но ведь это факт, что нет там банкоматов, скажем, Сбербанка, многих таких вещей, к которым россияне привыкли. А почему этого нет? Ну, три года уже прошло. Это сложно сделать для того, чтобы... Говорят о пассажиропотоке, да? В основном мы рассматриваем Крым как здравницу, да? И это исторически так было. А почему до сих пор для туристов, ну, как бы мало что делается? Ну, вот мне повезло в том, что при моей работе я приезжаю не в какое-то одно конкретное место. Вот в последний раз, когда я был вот несколько месяцев назад в Крыму, мне пришлось проехать практически весь Крым, да? Вот от начала, от Евпатории с той стороны, даже дальше еще от Евпатории и до Керчи. И в глубину еще заезжать. И просто видно, вот я отвечаю на ваш вопрос, просто это было настолько разрушено все, что, понимаете, построить банкомат, да, наверное, это нужно людям. Но если люди живут в разрушенной пятиэтажке, у них никогда не было ремонта, у них течет вода, то начинается с этого. То есть пока расставлены такие приоритеты, да? Конечно, конечно. И там еще столько работы предстоит, что... Ну вот мы уже три года как города-побратимы, Севастополь и Якутск. Скажите, вот какие связи? Что нас сейчас связывает? Какие взаимовыгодные, может быть, вещи? Ну, города-побратимы, они предполагают. В этом смысле очень позитивно работают, конечно, казаки. Вот во главе с Александром Канином, да? Потому что это на их плечах очень многие вещи, связанные с реализацией этого побратимства уже. Там же сейчас реконструируется Якутская улица. То есть вообще Якутия, она так очень громче начинает звучать. Особенно в Севастополе, потому что в Севастополе же памятник стоит там. Ну не памятник, там памятное место якутскому пехотному полку, который участвовал в войне, в Крымской войне. Поэтому вот все-таки вот этот активный позитив, он существует. Он ощущается во всем. У нас тоже улица, да, Севастопольская открылась? Да, да, да. Я знаю, что завтра у вас открывается фотовыставка. Расскажите, пожалуйста, Аня. Да, выставка называется «Севастопольский шторм». Она открывается в 10 часов в общественной палате. Это как раз выставка посвящена вот этим событиям, событиям, предшествующим буквально вот за день до референдума. А «Севастопольский шторм» она называется, потому что до этого я снял уникальный шторм, который был в Севастополе несколько лет назад, который разрушил набережную полностью. Но это был некий символ, некий вот может быть такой посыл в будущее, что вот скоро наступит что-то такое. Поэтому вот эти кадры, когда волны там взрывают эту набережную, еще украинскую, вот они очень сочетаются вот с людьми, которым смотришь в глаза, когда они с автоматами стоят и понимаешь, что вот что-то это соединилось вместе. Ну понятно, что вот три года назад Россия обрела два новых субъекта. А вот как вы считаете, вот события тех дней, что должны якутяне из этого вынести? Вот мы, проживающие в республике Севастополь, Россия. Да, как будто бы мы находимся далеко. И вот многие задают этот вопрос. Вот человек, который не задает, это, наверное, настоящий патриот. Потому что патриотизм, это не только ходить с плакатами на демонстрации, да. Патриотизм, это ощущать вот масштабы своей страны. Это, ну, по-хорошему, геополитика, если можно так мудренно сказать, да. То есть вот ты понимаешь, что твоя страна большая, что живут далеко тоже Россия, там тоже Россия, там тоже Россия. Вот это ощущение огромной страны, вот это очень важное, что дает нам, якутянам. Скажите, а как вы будете отмечать этот день? Будете ли его отмечать лично, вот 18 марта? Буду, конечно. Конечно, буду. Потому что для меня это настолько памятным остался днем, что вот я сейчас даже встречаю людей на улице, когда здороваюсь, я хочу сказать, с праздником. Удерживаюсь, я думаю, а может не надо удерживаться. А вот не надо, может быть? Может быть, вы действительно выйдете 18 марта и будете народ поздравлять с праздником? Ну, у нас же будет 18-го, да, такое событие большое, юбилей отмечаться, конечно. Спасибо, я благодарю вас за это интервью. Спасибо. Еще раз напомню, что гостем в студии был член общественной палаты Республики Саха-Якутия Андрей И. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»